Мальчики, которые воспитываются матерью-одиночкой, очень часто сбиваются с истинного пути. Опять же, разговоры о ценностях семейных. Очень многие люди, которые боятся открыть рот на улице, стали такими смелыми в интернете, потому что, к сожалению, да, интернет, как и бумага, она вытерпит же все. Надо быть впереди, надо ходить, надо сделать губы, надо сделать нос обязательно, надо себя изменить, надо стать инстасампой. Вот это вот сейчас модно. Огромное количество мужчин добровольно ушли, поддержали СВО и воюют сейчас. И как, ну вот, например, да, происходит гибель твоего однополчанина, твоего друга? Или что-то происходит? И этот воин, ну, плачет, потому что... И что, мы обвиним его в этих слезах? Георгий, здравствуйте. Да, добрый день. В прошлом году вокруг спектакля «Двое море» разгорелся скандал. Пользователи социальных сетей обвинили и режиссера, и актера в пропаганде нетрадиционных ценностей. Как тогда развивались события? Вы знаете, это хочется сказать с самого начала. Развивать это стали те, кто не досмотрел спектакль до конца и ушли. Потому что ни о какой пропаганде речи не идет. Спектакль был настроен, и вообще, как бы, создавался этот спектакль для того, чтобы показать о том, как часто мы путаемся и подменяем определенные идеалы. Иногда идем на какие-то новомодные решения. Иногда просто в силу житейских обстоятельств оказываемся иногда чуть на обочине своей главной дороги и можем сбиться с нее. Даже, между прочим, у моего персонажа в спектакле есть такие слова, что когда я уговариваю персонажа Елены Бирюковой, чтобы мы все-таки вытащили ее супруга из тюрьмы, я говорю, мальчики, которые воспитываются матерью-одиночкой и очень часто сбиваются с истинного пути. Опять же, разговор о ценностях семейных. Как важно, чтобы... Сейчас же огромное количество разводов. И люди, как бы, чувствуют, что страдают дети. Но когда семья заводит детей, конечно, ребенок, ну, мальчик в первую очередь, да, он должен иметь рядом с собой отца, чтобы совершать мужские поступки. Ну, правильно, а как он будет учиться, если папы нет? Мальчик есть в семье, а папы в семье нет. И наши персонажи изначально... Мы уже... Мы убрали эту всю, всю эту историю для того, чтобы, знаете, как не баламутить воду во пруду и не провоцировать людей, которые только и ждут, чтобы схватиться. Внутри спектакля происходит метаморфоза. Когда мужчина, который благодаря своей работе... Потому что так жизнь его устроилась, он рос без отца и работал, работал, жил в ателье, где его мама была швеей, она была модисткой. Ему ничего не оставалось делать, как просто продолжать дело матери. Поэтому и, как бы, некий вектор у него немного сместился в другую сторону. И Елена Бирюкова, благодаря негативному, ну, как бы, такому социальному опыту, потому что человек, с которым он жил, от которого она родила детей, не относился к ней как к женщине, как к объекту любви, не любил ее, а просто использовал ее, оказалось мужеподобно. Потому что надо было все время зарабатывать деньги, чтобы содержать детей. И вдруг эти два персонажа встречаются, и, проявляя заботу друг к другу, вдруг начинают меняться. И в конце спектакля он начинает совершать мужские поступки, потому что ему сначала некому было проявить свою любовь, потому что он боялся любви и не знал. И она вдруг начинает расслабляться, потому что начинает видеть рядом с собой мужчину, в котором она видит опору. И в конце мы получаем семью. Мы получаем мужчину, и мы получаем женщину, и мы получаем любовь. Так что о какой пропаганде нетрадиционной, я просто не понимаю. Это просто люди, которые... Но у нас достаточно яркое начало у этого спектакля было, для того, чтобы... Ох, вот оно как! И для того, чтобы потом выправить это все. Так что, знаете, как... В общем, люди, которые говорят, не досмотрели наш спектакль до конца. А как вы для себя объясняете, что вообще такие люди есть, им нужно за что-то зацепиться, чтобы так взбаламутить волос? Потому что я никак... Ну, сейчас люди зачастую, знаете, это связано с хайпом. Когда появился интернет, и появилась переписка в интернете, и возможность выступать под самыми разными никами, то есть закрыть себя, сделать себя инкогнито, но при этом выставлять себя на всеобщее пространство. Я имею в виду медийное пространство. Но очень многие люди, которые боятся открыть рот на улице, стали такими смелыми в интернете, потому что, к сожалению, да, интернет, как и бумага, она вытерпит же все. Просто бумагу ты комкаешь, эту твою бумагу не увидит никто. А то, что ты написал где-то в чат или куда-то скинул, читают сразу все. Меня нет в социальных сетях, и я против этого. Но я не знаю. Слушайте, люди бывают разные. Если мы будем останавливаться и обращать внимание, знаете, есть такая восточная мудрость, да, собака лает, а караван идет. Ну вот наш караван будет идти, пусть. А почему вас нет в социальных сетях? Это редкость сейчас большая. Вы знаете, когда на экраны телевизора вышел сериал «Саша и Маша», я вдруг, и мы с Еленой как бы перешли из разряда никому неизвестных актеров, артистов в артистов медийных, я понял, что, и нас стали узнавать на улице, я понял, что произошло такое, знаете, как украденный смех. Произошло, ну, такое некое, знаете, общественное воровство моей незаметности. И мне очень хотелось, как бы, сохранить эту, то есть сохранить вокруг себя ту незаметность, которая была у меня раньше. Когда на меня никто не обращал внимания, я мог ходить по улицам спокойно, сидеть там, да, есть там, купить, там, я не знаю, там, бутылку лимонада, булку, сесть на бордюр и спокойно съесть ее, просто потому что насладиться там летом, помочить ноги в там каком-нибудь там пруду или что-то еще, чтобы никто не проснулся. О, смотри, смотри, этот же сидит. Вот, и я не хочу просто выставлять свою, то есть хочу максимально сохранить для себя свое внутреннее пространство, эту свою внутреннюю тайну, свою зону комфорта. Еще во времена ковида активизировались диванные эксперты. Сначала вы сказывались на тему, как лечить людей, сначала мы с ВОО появились политологи, в кавычках, а вы часто сталкиваетесь с такими псевдотеатральными кинокритиками? Ну, видите, я не читаю, да, все, что происходит в интернете. Кстати, недавно брат мне мой сказал, он говорит, а ты вообще залезал в Рутюб, там тебя там, там такая программа против тебя там начинается, связанная как раз же с этим спектаклем. Я говорю, Никита, вообще не обращай внимания, я говорю, спасибо, что ты мне сказал, но если хочешь, напиши отзыв, что вы, что вы, это все не так. Ну, это, знаете, как, ну, всегда существуют определенные какие-то побочные явления, всегда есть определенная, знаете, как не все люди реализуют свои мечты и фантазии. Многие хотят стать президентами страны, но не всем это дано. Но в интернете каждый может стать президентом. Ну, этой возможности нет, интернет дает эту возможность, поэтому, ну, я никак не реагирую на это. В том же интернете вас иногда обвиняют в критике эмансипации женщин. Критикуете? Вы знаете, да, критикую. Мне кажется, что и наш спектакль, между прочим, посвящен и этому тоже. Потому что достаточно большое количество женщин, которые не созданы для того, чтобы быть бизнес-леди, а созданы просто быть женщинами, мамами, хозяйками очага, просто домашними женщинами, которые старее будут теми замечательными бабушками, которые будут печь пирожки и встречать своих внуков. Почему-то нет, есть определенные тенденции, ты что, нет, так нельзя, надо быть впереди, надо ходить, надо сделать губы, надо сделать нос, обязательно надо себя изменить, надо стать инстасампой, вот это вот сейчас модно. Но я против этого, потому что считаю, что бизнес-женщина внутри, она все равно станет бизнес-женщиной. Но не надо, ну как бы, но она может за собой потянуть несколько женщин, которые просто могут попасть, пойти за ней по ее же стопам, а тем самым начать жить не своей просто жизнью, только потому, что это модно. Вот, собственно говоря, почему. Но есть обратное движение. Многие ратуют за мужскую мотивацию, то есть такая борьба со стереотипами, мужчины не плачут, мужчины не должны сидеть в тюрьме. везде, если есть янь, то обязательно должно быть инь. Поэтому, ну, я не вижу в этом, слушайте, знаете, когда сейчас достаточно непростое, да, очень сложное время, и я просто понимаю, что, знаете, огромное количество мужчин добровольно ушли, поддержали, поддержали СВО и воюют сейчас, и как, ну, вот, например, да, происходит гибель твоего однополчанина, твоего друга, или что-то происходит, и этот воин, ну, плачет, потому что, и что, мы обвиним его в этих слезах? Это просто говорит о душе этого человека, о душе этого воина, говорит о том, что он не стал роботом, и что он делает, слушайте, а сколько, ну, сколько происходит случаев, когда выручают и вытаскивают раненых противников, только потому, что понимают, ну, к сожалению, ну, нет, нет, знаете, как наша профессия актерская, она всегда связана с эмоцией, вот я говорю, что это достаточно сложная профессия, потому что очень важно удержать себя внутри, в рамках, да, потому что наша профессия иногда, есть некие, некоторые персонажи в произведениях, которые прям находятся на грани, или ты играешь человека, который, персонажа, который сходит с ума в процессе, тут очень важен самоконтроль, но при этом ты должен отпустить, себя, чтобы быть в состоянии заплакать, а через прям небольшой промежуток времени рассмеяться, например, вот роль Ромео, вот я играл, пожалуй, это на данный момент одна из самых таких эмоционально сильных ролей, которая была в моем послужном списке, от любви, от воспарения души, после влюбленности, когда Ромео влюбляется, видит Джульетту, прям через небольшой промежуток времени, во-первых, невозможность встречаться, потому что два рода враждуют, а потом еще и потеря этого любимого человека, которого ты только обрел, представьте, какая эмоциональная, и вот нам, ну, как бы, актерская задача твоя, ну, моя была в данном случае, и написанная Шекспиром, чтобы пройти все эти эмоциональные ипостаси, надо было и смеяться, а в то же время плакать, ну, и разве можно назвать слезы Ромео, да, какой-то некой мужской эмансипацией, сказать, да что он делает, он плачет, нет, мне кажется, это все победит естество, победит естественность, природа победит, а природа чувств, она такая же естественная, как и текущая река, капающий дождь. Можете вспомнить, когда вы последний раз плакали, не на сцене? Ну, могу, конечно, я помню, что, ой, слушайте, есть ну, первая такая-то у Стивена Спилберга, великого режиссера нашей планеты, есть такой фильм «Искусственный интеллект». Видимо, я попал, ну, как-то, я достаточно давно его посмотрел, но я помню, что абсолютно фантастическая история, связанная с мальчиком-роботом, который стремится найти, хочет найти фею, которая, как Буратино, сделает его живым. Абсолютно фантастическая история, которая вошла в меня, и я, я прорыдал, наверное, ну, больше половины, где-то с 15-й минуты, когда этот искусственный мальчик начинает давиться шпинатом, для того, чтобы подражать ожившему сыну, который находился в коме, до финальных кадров, и я испытал это ощущение катарсиса. Просто этот фильм, ну, он прям переродил меня. Но бывает, но от обиды иногда можно. Да нет, но бывают такие моменты. А вот воспитание детей, это мужская или женская обязанность? Как вы в семье решаете этот вопрос? Вот видите, опять, я бы тоже не разделял, потому что ведь в семье есть, ну, нельзя сказать, что если в семье есть только мальчик, да, знаете, как, вы знаете, что воспитание вообще, оно происходит очень незаметно, потому что ребенок, как открытая пустая книга, как пустая кассета, он записывает то, что он видит. И как, казалось бы, это не относится к педагогике, но как папа относится к маме и как мама относится к папе, это самый первичный элемент воспитания, потому что ребенок видит и понимает, что только так надо. Это истина, потому что эти взаимоотношения передают ему самые близкие люди, родные папа и мама, для которых, ну, они являются безупречным авторитетом. И даже если родители не обращают на ребенка внимания, они все равно его воспитывают, но они просто получат такого же эгоиста, который также не будет обращать внимания на своих детей. Поэтому как мы, оба родителя имеют, даже когда они не воспитывают своего ребенка, они все равно его воспитывают, они его формируют. Если сказать по-другому, да, воспитание – это формирование личности. Вот даже не обращая внимания на ребенка, они все равно формируют его личность. Интересно. Вашего героя сериала Воронина Константина иногда называют подкаблучником. Но мне вот кажется, что если он и под каблуком, то не у жены, а у матери. Как вы считаете, почему не происходит очень часто такое отделение сына от матери? Или так и надо? Вот так проломить стенку на балконе и жить все вместе большой семьей? Вы знаете, это такой, с одной стороны, это очень глубокий вопрос, потому что корни нашего сериала они идут во-первых, из Соединенных Штатов, потому что это калька американского сериала Everybody Last Raymond. А с нами же ведь работали американские консультанты, которые следили за тем, чтобы мы находились и точно переняли этот и жанр ситком и находились внутри, и объясняли нам, что это такое. Это комедия Дель Арте, это наличие масок. Я не могу меняться. Есть придуман персонаж, который является подкаблучником. Но почему к маме, вы задали вопрос, потому что американские кинодраматурги придумали историю, что для того, чтобы эта семья была более эмоциональна, а не выходцы из Италии. А в Италии мама — это святое. И мама всегда в семье главная. Поэтому мы получили такие... Ну, видите, как... Спросили бы у итальянца, да, он не ответил, мама, мама, мама ми, а это глава. А он сказал бы об этом, не задумываясь. Это просто как бы получая такую некую деформацию, проходя через наш менталитет, чтобы те персонажи были все-таки близки и понятны нашим славянским народам, были близки. Мы называем это подкаблучником. А, например, итальянцы даже не восприняли бы это. Это нормально? И в России, и в Беларуси больше половины браков заканчиваются разводами, к сожалению. У семьи Ворониных предостаточно было проблем, но, тем не менее, не развелись Константин и Вера. Почему? Ах, молодцы писатели, молодцы авторы, молодцы драматурги. Вы знаете, я даже дома иногда, мы когда, ну, там, с женой смотрим, я говорю, посмотри, у нас же перед глазами вот пример. Потому что из любой ситуации можно выйти с шуткой, из любого конфликта. Единственное заключается в том, что, да, во время ссоры, вот когда ты указующий палец, а ты не делаешь это, ты поворачиваешь на себя, а что я сделал для того, чтобы этого не было? Или просто в какой-то момент пошутить, или в какой-то момент просто уступить. Но, а если касаться, да, если переносить в жизни, ну, там-то мы не разводимся, потому что так сценарий у нас написан. Но ведь этого можно добиться и в жизни. Абсолютно. Просто это труд. Ну, семья вообще, это труд. Она все время, знаете, как, ну, любовь, она, она очень многолика. Она, конечно, со временем, она перерождается. Но она, если ты ее правильно перерождаешь, она никогда не уйдет. Вопрос в том, когда любовь угасает, это другое дело. Но когда любовь идет, она меняет, просто она меняет свои формы. Понимаете, даже, скажите, ну, вот, мы не задумываясь, говорим, да, бежит молодая пара, они любят друг друга. А идут пожилые люди. Дедушка и бабушка идут. Подружку. Тоже любят. Тоже любят друг друга. Ну, значит, они сохранили это, значит, это можно сделать. Просто надо было потрудиться. Спасибо за интересный разговор. На здоровье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!